МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях. Шокирующая гипотеза, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. В странной ситуации оказалось сегодня человечество. С одной стороны, ни один ученый не берет на себя ответственность заявить, что мы одиноки во Вселенной, а окружающий нас космос не более чем пустынное пастбище древних обезьян. С другой, нет ни одного вещественного доказательства того, что кроме нас во Вселенной есть еще кто-то живой. И вот совсем недавно в научном мире произошло сенсационное открытие, которое должно положить конец нашим сомнениям. Жизнь на других планетах есть. Более того, даже мы, хозяева Земли, на самом деле гости с другой планеты. И это говорю не я, а ученые с мировыми именами. И об этом сегодня в нашей программе. Почему древние индейцы рисовали таких странных птиц? Это просто были изображены летательные аппараты. Откуда в Африке древние аэродромы для тяжелых бомбардировщиков? На Земле была такая цивилизация, которая развивала вот эту летную технику. Куда израильтяне спрятали колесницы ангелов? Действительно сталкивались с проявлением вот этих технологий. В Нагорном Карабахе, за Кавказском регионе, на востоке Армянского Нагорья, сделана поразительная находка, которая заставила очевидцев остолбенеть. Здесь обнаружили множество непонятных каменных извояний, подозрительно напоминающих своими формами летающие тарелки. По крайней мере, именно так описывают предполагаемые корабли пришельцев очевидцы появления неопознанных летательных объектов. И что самое удивительное, это далеко не единственная подобная находка. Членами группы экспедиции были обнаружены в этом году у нас похожие элементы, которые явно имели искусственную внешнюю отливку. А по форме напоминали современное представление объекта уфологии. Вот летающая тарелка, которую мы там все себе представляем, когда говорим на эту тему. Вот. Видимо, либо это технические какие-то формы или приспособления. Вот она, одна из последних находок. Она была сделана под Кемерово, обычным горняком Артуром Пресняковым. На Обуховском угольном разрезе он обнаружил странный каменный диск. Диск достали с такой глубины залетания угля, что по самым скромным подсчетам он ровесник динозавров. Рабочих поразило, что древняя тарелка была невероятно прочной. При раскопках ее удалось не только не разбить, но даже не повредить. А чуть ранее в Волгоградской области сделано еще одно сенсационное открытие. На дне обвалившегося карьера проступили очертания гигантских дисковидных объектов. Мировые СМИ сразу затрубили. В России обнаружена целая база древних окаменевших аналогов. Судя по форме некоторых таких объектов, конечно, очень трудно предположить, что это создала природа. И возможно, что это действительно некий артефакт, который, в общем-то, имеет острый угол, очень ровную круглую форму, некие возвышения посреди вот этого диска, похожие там, допустим, на рубку. Ну, то есть, все это требует дальнейшего изучения с точки зрения производства таких вот артефактов. Но и эти каменные диски не единственные в мире. Немецкий археолог Гартвик Хаусдорф отправился в Китай, чтобы увидеть другие невероятные артефакты. Ему было известно, что в 1938 году в горах Баэн-Хараула экспедиция китайских археологов вела раскопки. Внезапно группа уперлась в отвесную скалу. Китайский профессор организовал экспедицию в горы Баян. И в одном труднодоступном районе, в почти отвесной каменной стене, они обнаружили небольшие могилы, похожие на пчелиные соты. И в этих пещерах лежали скелеты неизвестных существ. По рассказам, загадочные скелеты были около 130 сантиметров в длину, имели непропорционально большие черепа и тонкие конечности. На стены склепов были нанесены рисунки созвездий Солнца, Луны. Там же лежали странные каменные диски с непонятными иероглифами. Это были каменные диски в диаметре где-то 30 сантиметров и толщиной около сантиметра. И точно в центре там есть отверстие непонятного назначения. Нам известно лишь, что китайские ученые смогли установить, что диски могут быть внеземного происхождения. В 1962 году профессор Пекинской академии перевел эти знаки. И его работу немедленно засекретили. Символы гласили невероятно. Якобы в горах Баен-Хараула 12 тысяч лет назад разбился инопланетный космический корабль. А 716 скелетов принадлежали тем, кто был на борту. Археологическая выставка «Золото до Колумба» в Америке в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» привлекла внимание многих ученых. Самый неожиданный интерес проявила группа американских авиаконструкторов. Им понравились золотые фигурки экзотических птичек из захоронений древних индейских вождей. Возраст находок – первое тысячелетие нашей эры. Специалисты по аэродинамике с первого взгляда поняли – статуэтки изображают вовсе не птиц. Дельтовидное крыло под туловищем и вертикальный киль в природе у пернатых не встречаются. Это не может быть изображением птицы. В природе пернатых с таким строением скелета нет. У птиц крылья, как правило, расположены сверху туловища. Только у самолетов крылья могут располагаться под фюзеляжем. Загадочные экспонаты отправили в военную лабораторию. Древнюю статуэтку поместили в аэродинамическую трубу. Первые же испытания показали – золотая птица по своим летным характеристикам не уступает последним достижениям в области аэродинамики. А эффективнее всего характеристики древней птички проявляются на сверхзвуковых скоростях. Именно тогда... В самых невероятных местах, и между деревьями, и с прочими препятствиями проблем никогда не возникало. Она легко управляется и развивает скорость от 40 до 120 км в час. Летает на любой высоте в пределах видимости. Но не как обычная авиамодель, а как полноценный самолет, которым постоянно нужно управлять. Корректировать полет в зависимости от направления ветра и так далее. Но летает она абсолютно без проблем. Даже с выключенным двигателем модель прекрасно планировала и пролетала более 200 метров. Немецкий авиамоделист решился на невероятный эксперимент. Следующую модель оснастили реактивным двигателем. Как поведет себя золотая птица, созданная неизвестным мастером более тысячи лет назад. Для нас проводили расчеты профессоры технического института в Бремени. Они пришли к выводу, что это однозначно объект аэродинамики, который совершенно точно не происходит из животного мира. Животные устроены совсем по-другому. И все эти геометрические формы мы не встретим нигде в животном мире. Это чисто техническая функция и техническая форма. Мы можем доказать, что оно летает. На испытательном полигоне собрались ведущие специалисты немецкого общества авиации и космонавтики. Ученые, авиаконструкторы и профессиональные пилоты, затаив дыхание, ждали старта. И вот древняя индейская птица стремительно взмыла в небо. Возможно, именно такой самолет, только гораздо большего размера, тысячи лет назад проносился над головами замерзших в благоговейном ужасе индейцев. Модель очень хорошо себя вела не только в аэродинамической трубе, но и во время летных испытаний. То есть даже совершали с помощью этих моделей фигуры высшего пилотажа, что, в общем-то, присуще только современной авиационной технике. Самые шокирующие гипотезы теперь – это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, в котором мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга вторая. Самые шокирующие гипотезы тайны нашей Земли. Эта книга для тех, кто хочет знать о планете, на которой мы живем больше, чем об этом написано в наших учебниках. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Фантазия или хроника? Где наши предки видели космолеты? Некоторые люди, возможно, действительно сталкивались с проявлением вот этих технологий. Неужели по статуэткам можно воссоздать авиацию богов? В этой модели мы находим все детали современного самолета. По всему миру встречаются артефакты древних культур, похожие на изображения самолетов, пилотов и даже космонавтов. Как это можно объяснить? Кто-то очень давно уже знал о полета? И где же тогда эти аппараты? В разных мировых культурах есть множество историй и легенд о колесницах богов, о людях, способных перемещаться по воздуху. Это не может быть просто совпадением. Изображения необычных летательных аппаратов есть на таинственных артефактах, которые называют камнями Ики. Эта странная коллекция камней была собрана исследователем Кабрерой в течение нескольких десятков лет возле перуанского города Ика. В настоящее время этих камней насчитывается около 50 тысяч. На камнях методом гравировки изображено множество сцен из древней жизни наших предков. Однако среди этих рисунков встречаются весьма странные, которые показывают сложнейшие операции на мозге человека. Людей рядом с динозаврами, древние карты, а также необычные летательные аппараты, управляемые пилотами. Знакомство с этими изображениями приводит к однозначному мнению, что это технические средства передвижения по воздуху. Просто изображались они художниками, вырезались на камнях, в образе их восприятия. То есть с головой птицы или человека, с крыльями, с хвостовым оперением и лапами. Но именно такая техника изображения позволяет сделать однозначный вывод, что это просто были изображены летательные аппараты, то есть машины художниками, которые не понимали их. На камнях Ике присутствует множество технических подробностей. Вот человек держится за странные выступы на голове птицы, которые больше всего напоминают некие рычаги управления. А здесь крылья птицы напоминают оперение современных самолетов. То есть это действительно изображение древних летательных аппаратов, но сделанные художниками, которые не были знакомы с этой техникой в силу своего, так сказать, более низкого уровня развития, но видели это своими глазами. Откуда же в древности взялись летательные аппараты? Прочтение древних текстов с позиции современных людей также дает основания полагать, что до нашей эры людям уже была известна авиация. Настоящим кладезем таких историй исследователи считают Библию. В Библии есть множество сюжетов с некими аппаратами, которые с шумом стартовали с Земли и возвращались. Описывались некие летающие объекты, небесные колесницы, нечто, что мы сегодня называем летающими тарелками, самые разнообразные формы, которые люди наблюдали, но не могли объяснить. Она отражена на этой фреске, да, когда один аппарат как бы бежит от другого, и человек, который внутри сидит, он даже несколько так оборачивается назад, в полуобороте назад, в обороте даже назад, и смотрит на того, кто его догоняет. Вероятно, древний художник отобразил некоторые события, свидетелем которых он мог быть сам или монахи его монастыря. Известно, что явления, которые человек не мог объяснить, часто представлялись им в религиозном отражении. Поэтому наблюдение монахами неких небесных колесниц, НЛО, вполне могло найти отражение в каноническом изображении. Да, изобразил элементы, соответствующие там Солнцу и Луне, на изображениях этих аппаратов. Но на самом деле, если мы посмотрим, там совершенно очевидно, да, действительно два аппарата. То есть, таким образом, художник защитил вот эту мысль, вписав ее в религиозный контекст, и передал ее нам. То есть, опять-таки, о чем это говорит? Что некоторые люди, возможно, действительно сталкивались с проявлением вот этих технологий, и пытались эту информацию как-то передать будущему. Австрийский профессор Аль-Гунтенбурн постарался непредвзято взглянуть на древние источники. Его ждал ряд удивительных открытий, даже в каноническом тексте Священного Писания. Обратимся к исходу детей Израиля из Египта. Там была очень драматичная сцена, когда фараон хотел вернуть своих рабов и отправил войска за ними в погоню. Дело было примерно 1400 лет до рождения Христа. И детям Израиля в путь указывал облачный столб. И вот я задаю вопрос, каким образом облачный столб мог придерживаться какого-то курса, на который можно было бы ориентироваться, и по ночам, а им приходилось идти по ночам, чтобы по возможности скорее покинуть Египет, появлялся огненный столб. Далее, как написано в Библии, с огненного столба сверху сорвалась стрела и вонзилась в землю, проведя таким образом между израильтянами и египетским войском непреодолимую границу. В Библии сказано, что этот огненный столб зажег в небе ангел, по сути, пилот. Судя по всему, это был поток горячего воздуха из некой машины, которая была способна бесшумно планировать. Что касается грома и молний, то можно предположить, что это были снаряды или что-то в этом роде. И это вызывало такую панику в рядах элитной, прекрасно вооруженной египетской армии, что солдаты просто кинулись бежать и утонули в море. Летательный аппарат до нашей эры? Можно ли архаичный язык древних текстов настолько толковать в пользу высоких технологий? Но у профессора Энбома есть кое-что посерьезнее мифов. Существуют удивительные артефакты, которые в доколумбово времена индейцы оставляли в нишах гробниц. Это золотые самолётики, изготовленные из тумбага, сплавы меди, золота и доли серебра. И эти найденные золотые самолёты обладают самыми совершенными аэродинамическими свойствами. Но Энбома ждали ещё более невероятное открытие. Деревянная модель в руках учёного — копия находки из древнего египетского города Сакара. По оценкам учёных, вещи не менее пяти тысяч лет. Археологи искренне считали её статуэткой ястреба с расправленными крыльями. Иероглифы на хвосте птицы гласят «Подношение богу Амону». Но мало кто знает, что Амон — это также бог воздушных струй, ветра и полётов. А животными и птицами в стране пирамид командовало совсем другое божество. Самое интересное в этой птице то, что это не птица. Ни одна анатомическая деталь не соответствует птичьей анатомии. Крылья у птиц находятся там, где у людей руки, на плечах. Это же моноплан с высоко расположенным крылом. Ободрённые успехом золотой колесницы индейского вождя, Энбом и Белтинг сделали увеличенную копию деревянного ястреба. И послали в небо. И она тоже прекрасно полетела. В этой модели мы находим все детали современного самолёта. Например, крыло соединено с фюзеляжем ровно, заподлицо, как и у планеров. Удивительно велик боковой руль. Концы крыльев закруглены дельтообразно и в то же время загнуты книзу. Эта деталь заставила нас поломать голову. Зачем? Концы крыльев современных самолётов загнуты кверху. Недавно выяснилось, что преимущество такой формы в том, что при прямом ровном полёте она обеспечивает дополнительную стабильность. Для прямого полёта это очень важно. Немецкие исследователи вовсе не ждали столь успешного поворота событий. Не было ли здесь ошибки? Завершив эксперимент, Аль Гунтенбом спросил мнение авторитетного египтолога и ждал любой реакции. К его удивлению, оказалось, что они сделали ещё одно важное открытие. Профессор был в восторге. Он сказал, что, по его мнению, это, я цитирую, приспособленная для полётов мин-птица. Я не знал, что мне думать, и он объяснил. В додинастические времена, где-то пять тысяч лет назад, в Древнем Египте существовал культ мин, культ полудородия. В ходе этой ежегодной церемонии, это задокументировано в сохранившихся источниках, в разные стороны выпускали птиц, на север, юг, восток и запад. И он меня спросил, вы можете себе представить, что можно запрограммировать птицу лететь в одном единственном направлении? Конечно, нет. Птица полетит, куда хочет она, а не куда ты её хочешь направить. А с помощью этих моделей можно было имитировать полёт птиц, запуская их катапультой в нужном направлении. И он сказал, что для него это как раз недостающее звено в объяснении культа мин. Планер мог быть изобретён в Древнем Египте. Но чтобы его запустить, нужен самолёт с двигателем. А учёные сомневаются, что археологические находки были уменьшенными копиями реальных аппаратов. Очень маловероятно, что люди полторы тысячи лет назад могли такое сделать. У них не было такой техники, чтобы самостоятельно построить такой аппарат. В то время многие вещи вовсе не были изобретены. А то, что мы видим, это очень сложные системы. Нужно иметь представление об аэродинамике, о системах управления. А люди в то время таскали камни на спине или волокли их по рельсам и не обладали никакими специальными знаниями. По крайней мере, мы об этом не знаем, потому что от той эпохи сохранилось мало свидетельств. Скорее всего, древние люди просто наблюдали эти летающие машины, которыми управлял кто-то другой. Более того, они и не приписывали себе их изобретения. Везде говорится, что это колесницы богов. Давайте зададим себе вопрос. Что же является прототипом? При этом надо понимать, что возраст прототипов не обязательно соответствует возрасту находок. Они могут быть гораздо старше. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Что известно о воздушном флоте Атлантиды? Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар. Как летали древнеиндийские виманы? Для полета на высоких скоростях используются вот эти вот реактивные двигатели. В начале 20 века в США вышли книги писателя-оккультиста Джеймса Черчварда. Он утверждал, что в Индии общался с монахом, хранящим знания предыдущих цивилизаций. Черчвард описывал про родину человечества, погибший в Тихом океане континент Лемурию. Наследницей этой высокоразвитой расы якобы стала Атлантида и ряд других держав. Вот как автор рассказывает о воздушных судах, которые летали 20 тысяч лет назад. С мощным ревом быстрого снижения с невообразимой высоты, в окружении ярких огненных масс, заполнивших небо пляшущими языками пламени, корабль огненных господ стремительно пронесся сквозь воздушное пространство. Он остановился над Белым островом, лежащим в море Гоби. Предположительно, в Атлантиде были летательные аппараты, высокие технологии, электричество, металлы и машины, которые позволили им создать эти воздушные суда. В Индии, как указывается в Рамаяне и других текстах, написанных на санскрите, эти летательные аппараты назывались виманами. В Атлантиде, как предполагается, они назывались вайликси. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. У других виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. Позднее, в 1973 году, вышел английский перевод труда о виманах. Виманика Шастра. Она была записана со слов индийского брамина Субарай Шастре. Тот утверждал, что узнал все телепатически от Бодхисатвы. В книге даются схемы и внешний вид аппарата. Учитывая источник сведений, она не была встречена радушно. Авиаинженеры Индийского научного института в Бангалоре по результатам своих исследований в 1974 году пришли к выводу, что эти виманы являются результатом невежественных измышлений. Описывается, что когда они стартовали, начинался такой сильный ветер, что дрожали дома, и деревья вырывалось корнями. А слоны в панике убегали. В небе же они издавали такой рев, что казалось, что небо разорвется. Это очень похоже на звуковой удар. Должно быть, это были невероятно быстрые машины, и, скорее всего, на них летали неместные. Возможно, было несколько избранных пилотов, но в первую очередь на них летали боги. Было много попыток объяснить технологию, но оставалось много непонятных аспектов. Очевидно, все-таки это был реактивный двигатель. Было много предположений о его виде. Возможно, ртутный или плазменный. Прокомментировать. Мы попросили доктора технических наук, академика Российской академии космонавтики Владимира Мельникова. Он всю жизнь занимается самолетостроением и сегодня преподает в Московском авиационном институте. Главный вопрос, который нас интересовал, это может летать? Значит, конструктивный – это один из блоков, ну, будем говорить, что ли, двигательной системы на реактивной тяге для полета в нашу атмосферу. Значит, здесь вот рассмотрены элементы, элементы такого конструктивного решения, но их надо переводить и разбирать. То есть, если прямо говорить, но начинка такая техническая вполне присуща нашим современным взглядам по конструктивным решениям. Как ни странно, в рисунках, которые приписываются доисторическим создателям ВИМА, ученый нашел много знакомых элементов. Каждая модель аппарата вполне могла подняться в воздух, по словам Владимира Мельникова. Более того, она бы и вела себя так, как описано в древних текстах. Для полета на высоких скоростях используются вот эти вот реактивные двигатели, которые по краям. Это для ускорений. Наверняка это высокоскоростная конструкция. Это многосекционное шасси. Оно вот обеспечивает посадку и взлет на разгоне. По той причине, что здесь тогда должна быть конфигурация вот эта вот вся. Она представляет собой типа аэростата. Однако на момент публикации книги все это было уже изобретено. Вопрос, кто и когда сконструировал эти ВИМАНы, и сегодня остается открытым. По мнению Владимира Мельникова, чертежи ВИМАН настолько примитивны, что их мог придумать и современный студент, и записать древний авиатехник. Очевидно, что книгу писал не конструктор, а исполнитель. Вот эти конструкции, это навеянные рисованные конструкции людьми, которые наблюдали какие-то конструктивные решения богов. Это соображение привело профессора Альгунда Энбома к разгадке тайны библейского царя Соломона. В эфиопском национальном эпосе «Кебра-Нагаст» говорится, что среди прощальных подарков, врученных царем Соломоном царицы Савской, была машина, которая могла летать по воздуху. Что же это была за машина и куда она делась? Альгунду Энбому удалось проследить ее в истории. Похоже, в разных источниках. Речь идет об одном и том же аппарате. В средневековье жил один человек, Фусквелос. Сегодня мы сказали бы, что он такая вип-персона, любил роскошь. Он ездил на ветряной машине со своими охотничьими леопардами в Эфиопию, чтобы охотиться. Дальше в древних рукописях можно найти свидетельства о том, что эта машина в несколько измененной форме появляется в Европе, в Германии, в Англии, в Дании, в Ирландии до самого Средневековья. Ее описывали как некий корабль, который парил над церковью. То есть, начиная примерно с 1400-х годов до рождения Христа, времени исхода детей Израиля, и до самого Средневековья, на протяжении почти трех тысяч лет, эта ветряная машина упоминается в разных литературных источниках. И это достойно внимания. Одно слово — ветряная. Подтолкнуло исследователя к открытию. В самом деле, никакое топливо для двигателя не может оставаться неиссякаемым 3000 лет. В архивах общества воздухоплавателей Энбом нашел то, что искал. В 1864 году американский врач доктор Соломон Эндрюс запатентовал одно изобретение, которое могло бы пролить свет на нашу проблему. Он построил машину, которая состояла из трех расположенных параллельно друг другу баллонов. Под баллонами закреплялась пятиметровая корзина. И на среднем баллоне был встроен боковой руль, как на самолете или дирижабле. Под действием подъемной силы, с помощью газа или горячего воздуха, у древних это был скорее второй вариант, горячий воздух, возникает большое вертикальное сопротивление. Мы проверяли это в техническом университете Аахина. И вычисления показали, что так можно было развить скорость 40-60 километров в час. Такой машиной можно было управлять даже против ветра. Регулируя нагрев баллонов и сброс балласта, волновыми движениями реально было преодолевать значительное расстояние. Техника того времени вполне позволяла создать такую конструкцию. Были канаты, средства для изготовления корзины. Размеры могли бы быть другими. И таким образом, с библейских времен и до Средневековья, у нас был бы своего рода управляемый корабль. Дирижабль царя Соломона? Это ближе к реальности, чем сверхзвуковые истребители Атлантиды. Другое дело, почему такой корабль был один? Именно у народа, который пользовался покровительством сияющих ангелов на огненных колесницах. Кто подсказал конструкцию людям, которые даже Ноев Ковчег строили по указке свыше. Уцелевшие Атланта – наследники погибших империй. Конструктивные повторения для решения проблемы движения в атмосфере, под водой, в стратосфере и в ближайшем и дальнем космосе, они повторяются и в принципе человечество, нацеленное на технократическое развитие, будет повторять. Однако где же все эти огненные колесницы богов, взлетавшие с ревом? Откуда в древнем эпосе описание звездных войн и жизни в других мирах? Почему древние люди поселяли своих кумиров на небеса? И где примитивные народы видели скафандры и реактивные двигатели? Такими элементами обладает только современная техника. Это нам подтвердили инженеры. И все они утверждали, что такие технологии могли попасть на Землю только извне. В одном своем докладе перед членами немецкого общества воздухоплавателей я ни разу не употребил слово «инопланетный». Это слово произнесла аудитория, которая состояла из профессоров и специалистов. Самые шокирующие гипотезы теперь это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, в котором мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга третья «Тайны неизвестных цивилизаций». В ней все версии, гипотезы и последняя информация о цивилизациях, которые когда-либо существовали или существуют вокруг нас. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Кто строил аэродромы до нашей эры? Планирование их именно с такой точностью и в таких масштабах с Земли в принципе невозможно. Как выглядели древние астронавты? Там легко можно различить шлемы, застежки, переключатели. Это наскальные рисунки в горной долине Валькамоника, в северной Италии. На них явно видны человечки в шлемах, защитных костюмах и с какими-то инструментами в руках. Нечто похожее есть и в горах пустыни Сахара и в Южной Америке. Профессор Лангбайн много лет изучал эти загадочные изображения. Вот что он рассказал нам. Эти божественные существа изображены так, как мы себе представляем человека в космическом костюме, со шлемом, в массивном костюме. Фигуры, сделанные в каменном веке, в Валькамонике, кажутся парящими. Если какому-то человеку сегодня показать такую картинку, то он сказал бы, что это астронавт. Но если мы знаем, что этим рисунком 5-10 тысяч лет, то это не укладывается в наше представление о развитии человечества. Принято считать, что в то время не могло быть космонавтов. А в Японии известны загадочные фигурки Догу, восточно-азиатской культуры Дзямон. Гартвик Хаусдорф прокомментировал нам эти находки. Статуи Догу из Японии, самые известные из них, примерно такого размера. Они датированы периодом Дзямон, то есть около 6 тысяч лет до рождения Христова. У этих фигурок легко распознаваемые детали костюма, который очень был похож на современный космический скафандр. Там легко можно различить шлемы, застежки, переключатели. Важно отметить сходство между костюмом Догу и костюмами, которые носят астронавты. Они подводят исследователей Эры Дзямон к предположению, что статуи призваны увековечить память о визитерах из космоса. Шлемы, снабженные фильтрами, а также большие очки, высокие и широкие воротники очень напоминают современные космические комбинезоны. Тот факт, что скульпторы создали эти статуи пустотелами, тоже порождает интригующие вопросы. Эти фигурки принадлежали предыдущей цивилизации, и они изображали некое аморфное такое существо в виде человека, имеющие руки, ноги, голову, но одетые в некое подобие скафандра. То есть на груди имелись некие приборы. Руки и ноги имели манжеты, защищающие тело от некого внешнего воздействия. Самую первую документальную запись о наблюдении необычной небесной колесницы ученые обнаружили в одном из свитков фараона Тутмоса III. В 1984 году исследователь Альберт Тули в одной из каирских лавок, торгующих разграбленными ценностями из гробницы фараонов, нашел странный папирус. Уникальность папирусу придавала и то обстоятельство, что в нем было описано редкое атмосферное явление, которое многие исследователи считают первым в истории человечества задокументированным случаем посещения нашей планеты НЛО. История связана с фараоном Тутмосом III. Как раз в преддверии этой войны он собирает войско и происходит пролет знаменитого диска, который описан. При этом он описан так, что понятно, что те, кто описывал эту ситуацию, они понимали, что это не их боги. Но то, что это связано как-то с каким-то техническим, ну не техническим, скажем так, разумным влиянием. Вот о чем идет речь. То есть тут про технологии говорить сложно. То, что они понимали, что это проявление чего-то разумного, это совершенно четко. Папирус Тули, как начали именовать этот удивительный документ после смерти его владельца, гласит, в 22-й год, в третий месяц зимы, в шестой час дня, песцы Дома Жизни увидели в небе огненный шар. Через несколько дней такие же шары появились в небе в великом множестве. Шары свободно перемещались во всех четырех направлениях. Потом они поднялись еще выше и удалились на юг, а с неба начали падать рыбы и птицы. Никогда еще со дней основания нашей Земли никто не видел подобного чуда. Ну, аналогичные, между прочим, сведения встречаются и у других народов, не только у египтян, собственно. Если мы сейчас опять-таки вернемся к ветхозаветной традиции, то видение Изи и Киля, вот этой вот летающей колесницы, божественной, да, ведь оно, вот это вот видение, когда он столкнулся, оно уже послужило началом целому внутреннему течению, религиозному, очень закрытому ветхозаветной традиции, это так называемые Меркавы, божественные колесницы. Феномен Меркавы описан в тайных каббалистических учениях и тесно связан с другим не менее загадочным явлением, как небесные дворцы. Эти объекты описываются как странная последовательность помещений и комнат, через которые должен пройти человек, посетивший небесный город. Невероятно, но такое описание больше всего напоминает некое техническое устройство, летающий корабль, в котором действительно может находиться большое количество отсеков, ангаров, коридоров и комнат. Не это ли описание использовал в своем знаменитом романе Джонатан Свифт «Летающий город»? В этом смысле можно, кстати, вспомнить знаменитую лопуту Свифта, да, то есть вот это очень важно, потому что Свифт, судя по всему, ведь он не на пустом месте это написал, причем Свифт даже пытается в своей работе определить принципы, по которым передвигается этот город. Причем Свифт не только в точности повторяет подробности устройства небесных обитателей из древних легенд о манускриптах, но и пытается объяснить, как именно могли передвигаться такие огромные конструкции. Он говорит об использовании магнитного поля Земли для удержания летающего города над поверхностью планеты. Невероятно, но во времена Свифта еще никто не слышал ни об НЛО, ни о возможных принципах его движения, при котором эти аппараты по одной из версий могут использовать именно магнитное поле Земли. Откуда мог Свифт это знать, да? А мы же еще вспомним, что он описал в своем произведении, там же, где описана Лапута, он же еще описал и спутники Марса. То есть где-то он к какому-то источнику прильнул. Другим невероятным доказательством существования в древности летательных аппаратов могут стать необычные линии фигуры на плато Наска. В настоящее время ученые насчитывают около 10 тысяч линий полос, созданных обитателями этих мест в древние времена, с неизвестной целью. На Земле была такая цивилизация, которая развивала вот эту летную технику. Говорят, достаточно много кричащих фактов. То есть, например, при подлете к побережью Перу мы видим некий геоглиф, который выглядит как некий трехсвечник, который указывает вот по направлению внутрь континента. И, следуя этому направлению, мы попадаем на плато Наски. Линии тянутся на десятки и сотни метров. Выполнены с невероятной точностью. Но самое поразительное заключается в другом. Увидеть эти рисунки можно только с большой высоты. С точки зрения технологии, то эти линии возможно было сделать вручную, просто разгребая верхний слой камней с пустынным загаром. Но планирование их именно вот с такой точностью и в таких масштабах с Земли, в принципе, невозможно. То есть, это должно было делаться с высоты, как минимум птичьего полета, где они начинают, чтобы их поднять и увидеть сегодня, это нужно в среднем подняться на высоту 450-600 метров над поверхностью Земли. Поражают масштабы, проведенные древними людьми работой. Общая протяженность линий может достигать почти 2000 километров. Некоторые линии протягиваются, не прерываясь, на несколько километров. Были открыты огромные изображения паука, рыбы, ящерицы, обезьяны и различных птиц. С самолета удалось обнаружить ряд геометрических фигур, трапеции, треугольников, спиралей и прямоугольников. И линии эти, они представляют собой некие целеуказания для аппаратов, которые могут находиться только сверху, в воздухе. То есть с Земли мы не можем определить направление этих линий, куда они ведут, для чего, какие цели преследуют. Имея в своем распоряжении летательные аппараты, наши предки не только могли путешествовать между городами и континентами, но и создавать невероятно точные карты. Многих ученых удивляет, как могли быть сделаны некоторые старинные карты, которые изображают линии континентов с точностью, которая доступна только для современных средств космической фотографии. Объяснить это можно лишь одним способом. Древние картографы умели подниматься над Землей на достаточную высоту, чтобы создавать свои карты. Можно вспомнить знаменитые карты. Карты перерейса, например, которые там показывают ту же самую Антарктиду без ледяного покрова. Рельеф достаточно точно. Специалисты-картографы выяснили, даже высоту, на которой должен находиться летательный аппарат или спутник, с которым сделана эта карта, то есть проекция. То есть это уже говорит о том, что даже речь идет не о вертолетах, а речь идет о спутниках уже. То есть это спутниковая проекция фактически. До наших дней сохранились и древние посадочные площадки, которые могли использовать древние авиаторы для запуска своих летательных аппаратов. Так, африканский аэродром Кунду был построен на основании из огромных мегалитических плит. Современным строителям нужно было лишь немного выровнять поверхность, установить световое оборудование и разметить аэродром современными указателями. Длина ВПП древнего аэродрома составляла около 3600 метров. Такие размеры по современным стандартам позволяют принимать тяжелые транспортные самолеты. И кто когда ее построил, неизвестно, и для каких целей она была там возведена. Именно из мощных мегалитических плит, которые уложены достаточно ровно и имеют ровную поверхность. В общем-то, там не пришлось ничего доделывать, только немножко вот как бы слой бетона наложили для того, чтобы создать современную полосу и раскрасили ее. Основным аргументом ученых, которые пытаются доказать, что наши предки или их божественные учителя не создавали никаких летательных аппаратов, является тот факт, что сейчас мы не можем найти никаких артефактов, связанных с этими объектами. Однако, если руководствоваться простой логикой и вспомнить, что даже современные пластмассы, стойкие к природным факторам, полностью распадаются в почве за полвека, то наивно полагать, что изделия из металла спустя тысячи лет могли сохраниться до нашего времени. Что касается, кстати, реальных останков технических устройств древневысокоразвитой цивилизации, то здесь, конечно, есть определенные естественные сложности, которые объясняют то, что мы не находим это хотя бы в небольшом количестве. Ну, с одной стороны, далеко не все металлы, то есть изделия из металлов, смогут пролежать в земле несколько тысячелетий. Однако огромное количество находок, связанных с колесницами богов, легенд, мифов, а также обилие письменных источников, сохранившихся в виде петроглифов, наскальных рисунков и иероглифов, необычных изображений, позволяют нам сделать вывод, что развитие древних цивилизаций во многом повторяло современные технологии. Либо все обстоит совершенно иначе, и современная цивилизация вновь совершает открытия, которые были уже сделаны нашими предками много тысячелетий назад. И, может быть, снова настанет тот час, когда с неба спустятся колесницы богов, и великие учителя вновь вернутся к своим земным сыновьям, чтобы поведать новые тайны мироздания. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Надеюсь, вам было интересно. А если кое-что из того, что мы вам сегодня рассказали, вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотим показать все великое многообразие подходов к истинам, которые считаются незыблемыми. До встречи уже завтра, как всегда в 18.00, в программе «Самые шокирующие гипотезы».